Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы рассматриваем Евангелие от Матфея. Сегодня у нас девятая глава. И напомню, что в прошлый раз, окончание восьмой главы, с чем было связано? Значит, исцеление двух бесноватых. Когда вот этот легион бесов, он по слову Христа выходит, и они вторгаются в свиней, свиньи с берега, значит, низвергаются вниз, и Господь попускает это для того, чтобы, во-первых, показать, что бесы, они сами по себе нечисты, тянутся ко всему нечистому. Иудеи почитали свиней за нечистых, да, и почему-то вот некоторые из них все-таки занимались свиноводством и продавали этих свиней. И потом второе то, что оказывается людям более дороги были эти свиньи, нежели сам Христос, и они не порадовались исцелению бесноватых, а больше они скорбели об утрате свиней, и поэтому попросили Господа удалиться от пределов их. Читаем. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Что подразумевается под своим городом? Это имеется в виду город Капернаум, где Господь часто пребывал, где он провел много дней, и многих исцелял людей, и, видимо, складывались особые такие вот близкие отношения с жителями города Капернаума, поэтому город воспринимался как свой. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Терзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Ну, думаю, братья и сестры, вы уже знакомы, конечно, с этим отрывком и знаете толкование, но нужно нам постоянно это напоминать себе, чтобы не забыть основные смыслы. А речь идет о том, что Господь может даже грехи прощать человеку по молитве других людей. То есть, когда один вот страждет, да, и, может быть, страждет он из-за своих собственных грехов, а о нем ходатайствуют его близкие, люди, которые любят его. И вот этот отрывок, он еще и о подлинной дружбе, потому что те, кто принесли страждущего, парализованного, он же сам не мог, да, он положен на постели, и о нем заботятся его друзья, которые не жалеют себя, своих сил, и они верят. Верят они, а прощаются грехи ему, представляете, как может быть, да. Вот поэтому мы крестим младенцев, допустим. Младенцы не могут о себе засвидетельствовать, и младенцам отпускается первородный грех по вере их родителей или по вере крестных родителей. И так, как мы прочитали, видя Иисус в веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Но ведь грехи прощать может только Бог. И если действительно Иисус прощает грехи, значит, он действительно воплотившийся Бог. А находились при этом книжники иудейские, которые сказали сами в себе, то есть они помыслили это, они не на словах это высказали, а вот мысли, причем разные книжники, и у них совпали друг с другом мысли. Читаем, Иисус же видя помышления их. Оказывается, Спаситель прекрасно видит мысли этих людей, все открыто, пред Господом, как на ладони. Сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать? Встань и ходи. Ну, это понятно. Намного легче сказать, что тебе грехи прощаются, потому что как это проверить? Простились ему грехи или нет? Вот один сказал другому, прощаются тебе грехи твои. А вот исцелить человека, это вот наглядно. И для этого Спаситель решает явить наглядно свою божественную силу исцеления, для того, чтобы подтвердить, что и грехи тому человеку тоже прощены. Это подтверждение божественной силы Христа, подтверждение того, что он действительно Господь Бог, в руках которого вся жизнь, вся вселенная, и он может освободить человека от грехов. Да еще вот по вере других людей. Значит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Ну, конечно, сказано, что давшего такую власть человекам, речь идет лишь об одном человеке, точнее, Сыне Божьем, ставшем Сыном Человеческом. Речь идет об Иисусе Христе. Сказано, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Это вот то уникальное, что содержится в христианской вере, что людям наконец-то стали прощаться грехи, и отпущение грехов, оно может даже повлечь за собой изменение физиологии человека. То есть, оказывается, некоторые грехи у нас влекут за собой болезни. По большому счету, все болезни, они из-за испорченности человеческой природы. А испорченность она из-за чего? Из-за того, что грех вторгся в жизнь. И даже бывает так, что человек вроде бы не допускал каких-то грехов, скажем, ребенок, но он уже наследовал такую испорченную природу, которая в целом из-за грехопадения человечества, то есть, как только люди в раю нарушили заповедь Божию, нарушили гармонию своих отношений с Богом, тут же рушится гармония во всем мире. Отношения с природой. То есть, природа перестала подчиняться человеку, и вот эти стихийные бедствия, пожары, наводнения, и не пойми, чего происходит в природе. У животных проснулись хищные тоже нравы, после того, как человек сам первый проявил хищничество, решил похитить запретный плод. И, в общем, все вот эти страдания окружающей природы из-за того, что человек нарушил свои отношения с Богом. И сама природа человеческая тоже искажается, дисбаланс, нарушение гармонии в естестве человека, и от этого болезни. А иногда бывает, что некоторые болезни, они напрямую связаны с личными грехами человека, вот как где-то вот в Ветхом Завете, то ли в Премудрости Соломона, то ли там у Премудрого Иисуса, сына Сирахова, там есть такие слова. «Кто согрешает пред сотворившим его, тот да впадет в руки врача». То есть, если ты согрешаешь пред Богом, который сотворил человека, который дал тебе жизнь, то ты впадешь в руки врача, будешь болеть и нуждаться в лечении. Но вот тут вот Господь, Он показал свою власть и над грехами, и над недугами, простил человеку грехи, и, соответственно, исчезли причины его заболевания. И Он поднялся и обрел такую бодрость, что даже понес на себе свой одр. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною». А ведь это записывает сам евангелист Матфей. И получается так, что здесь, ну, конечно же, Матфей, он в таком, в третьем лице о себе пишет, и он не стыдится напрямую, напрямую сказать, что он был, значит, сборщиком подати, а собирали для кого? Собирали для римского режима. Римский режим был оккупационный режим. И собирали когда? Когда кто-то вот вез, не когда, а в связи с чем? Ну, по разным поводам, конечно, но в том числе, когда товары перевозились. Или когда торговцы, допустим, в город въезжали, то на воротах сидели мытари вот эти. И в зависимости от количества товаров, там платили какую-то пошлину. И мытари, вот эти вот сборщики налогов, они зачастую на глаз определяли и говорили, что вот ты вот должен столько-то заплатить. Потому что кто там еще может определить, вот столько или не столько? Он сказал, поэтому плати. И, соответственно, они могли чуть прибавить, и получаемое брали себе, прикарманивали. Кроме того, если кто-то не расплачивался, то мытари могли позволить этому человеку, пока не платить, расплатиться позже, но в большем размере. Вот как говорят, что как бы на счетчик ставили человека, то есть ставили некоторые проценты, чтобы он, так сказать, позже возвращал с большим процентом. И за счет этого наживались, соответственно, молва и слава таких вот мытарей. Она была очень и очень печальной, скверной среди народа израильского. Ну и вот он, Матфей, он был среди таковых. Не очень честный, может быть, да, такой же вот, может быть, лукавый, который вот смотрел там косо на вот этих людей, наживался. И вот он сидит. Оказывается, Господь может любого призвать. И неважно, какой он профессии, потому что нет недостойных профессий, а бывает человек, он криво пользуется своей профессией из-за того, что сама душа впадает в лукавство. Ну вот слышит Матфей эти прекрасные слова «следуй за мной». Очень простые слова, но произнесенные так, как мог произнести только Господь Иисус Христос. И звуки слова Христова, они действовали на сердце человеческое просто удивительно. И что же в ответ? «И он встал и последовал за ним». И также кратко говорится, что происходит некая внутренняя решительная перемена в душе Матфея, и он тут же оставляет эту мытницу. Не нужны уже все эти нажитые там накопления, честным или нечестным трудом. Вообще ничего не надо, а хочется только быть со Христом. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его». Это значит, что Матфей, он хотел поделиться с другими своим духовным сокровищем, что вот я обрел подлинного Христа, подлинное сокровище Господа самого, который пришел сейчас вот в доме. И вот эта вот радость благодати, она преизлевалась через край, и он зовет кого? Своих близких, а те, они такие же, как и он, и про них говорили, что они мытари и грешники. И вот Спаситель не чуждается их и участвует с ними в трапезе. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками». Понимаете, это было, это сейчас вот нам как-то вот страну, что там. Да и сейчас на самом деле человек, который вот он сторонится другого, он не будет участвовать с ним в трапезе, если он считает его каким-то бесчестным. Вы же не будете приглашать домой к себе того, кто может обчистить ваши карманы и сами не пойдете в гости к тем людям, которые могут вас ограбить или причинить вам какой-то вред, телесный или душевный, это же очевидно. А Спаситель с учениками ходил к ним и не боялся, и он уловлял душу людей, все эти Евангелия, все эти спасения. Значит, а фарисеи, конечно же, не понимали. Для них это вот по тем признакам, как, ну, знаете, или там кастовое деление где-нибудь в Индии еще бывает, да, а там в некоторых местах тоже других в такое строгое кастовое деление, а у иудеев оно и до сих пор сохраняется. И, соответственно, не с каждым иудей может вместе вкушать пищу. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» То есть он как бы один из них становится. Иисус же, услышав это, сказал им, может быть, это тоже вот одни из таких самых главных, центральных слов в Евангелии. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, а мы все на самом деле болеем грехом, кто не болеет какими-то явными грехами, тот, значит, впадает или в грех гордыни, вот он мнит о себе, что вот я лучше другим, или в грех осуждения, или в грех зависти. У каждого свое, но болезнь, она есть, и мы нуждаемся во враче. А наш врач, это врач с большой буквы, сам спаситель наш. Как преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что чтобы пришел врач, с большой буквы врач, надо призвать его, чтобы призвать, надо увидеть свою болезнь и почувствовать ее. То есть, осознать себя грешником, нуждающимся в спасителе. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». То есть, милосердие, а не того, что вот вы, там, книжники, фарисеи, выделяете какую-то часть вот на жертвы храмовые, но при этом не милосердны к людям. «Ибо я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». И это тоже самые удивительные слова. «Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». Потому что по логике человечества Христос для кого должен прийти? Ну, для лучших представителей человечества, правильно? А лучшие-то кто? Это праведники. А тут получается, что Спаситель, что Господь Бог, Он становится, значит, человеком, идет к кому? К хулиганам, к разбойникам, каким-то безобразникам, блудникам, блудницам и прочим. И за ними Он идет, чтобы их исцелить. И вот это не все могли сразу принять. Но именно в этом обнаруживается жертвенная любовь Божия. Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы, ученики Иоанна Претечи. Вот не все от Иоанна Претечи сразу перешли ко Христу. Допустим, Иоанн Богослов, Андрей Первозванный, Петр, там кто еще, значит, они были учениками Иоанна Претечи, но они перешли ко Господу. А некоторые еще сомневались, еще что-то думали. И вот они приходят к Спасителю и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И отвечал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». А дело в том, что само присутствие Христа вот рядом с людьми, оно уже преображало людей. И страсти уже замирали в этих учениках, в душах этих людей. Когда они слушали Слово Христа, то происходила удивительная перемена. И вдруг страсти утрачивали, греховные страсти, которые живут у каждого из нас, в наших телах и душах. Они вдруг утрачивали свое привлекательное какое-то влечение. И человек в нем открывалось именно духовное стремление ко Христу и какое-то ощущение божественного покоя, гармонии, освобождения от низменных начал, радость души. И поэтому те, кто были со Христом в тот момент, вот в непосредственном окружении Христа, они не нуждались в строгой аскезе, так как сама благодать Христа в этот момент врачевала их души. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. То есть настанет такой момент, когда Спаситель телесно отойдет от учеников. И да, они запишут в Евангелии учения и проповедь Христову, но все мы уже будем нуждаться и нуждаемся в работе над собой. Потому что иногда христианину, любому христианину, вам, мне, кому-то еще, может в какой-то момент быть дано почувствовать благодать Божию. Рядом с какой-то святыней, у мощей святого угодника, возле иконы чудотворной Божьей Матери, в храме, или в беседе с каким-то духовником, священнослужителем, когда Божья благодать прикасается к тебе, и тоже Христос вот являет как в свое присутствие такое, и страсти вот настолько угасают, что тут и не нужно работать над собой тебе лично, не нужна вот эта вот аскеза, усилия личные, потому что страсти, они угасают. Но потом это состояние проходит, мы с этим человеком не общаемся, со святым благодатным человеком, мы не можем всегда находиться рядом с какой-то вот святыней, чудотворной иконой, и мысли наши потом тоже рассеиваются, и просыпаются наши страсти. Поэтому наступает такой момент, когда нужна уже аскеза, пост, воздержание, особое сугубое делание. Спаситель при этом еще о чем говорит? О том, что вот вы поймите, что ученики мои, они ведь еще только-только пришли, они обучаются каким-то основам, и не нужно вот сразу на плечи их возлагать всю тяжесть, с такой сложной, развитой уже, которая затем в монашеской традиции будет развита, вот эти все подвиги, они еще пока как дети, которых нужно поить молоком словесным, а потом они возрастут и будут уже принимать твердую пищу. И поэтому Спаситель говорит, и никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитый одерет от старого, и дыра будет еще хуже. Тут поясним немножко, что значит небеленная ткань. Значит, к ветхой одежде это понятно, и у ветхой одежды у нее дыры появляются, и края дыры, они очень мягкие, вот эта материя вокруг самой дыры, она мягкая такая вот, если к ней что-то грубое приложить, то эта грубая будет отдирать еще больше. Так вот, небеленная ткань, это ткань необработанная, потому что когда изготавливалась ткань из хлопка или льна, она вначале очень твердая, она очень грубая, и ее для того, чтобы смягчить, ее отбеливали. Ну, в том числе от каких-то вот ненужных, может быть, там цветовых добавок, ну, я не знаю, но в любом случае ее клали в определенный чан с жидкостью, и там был определенный раствор, который как бы вот обрабатывал эту ткань, и она смягчалась. И потом уже вот этой смягченную ткань, из нее можно брать кусочек маленький и прикладывать к ветхой одежде, чтобы мягкое уже полотно закрывало какую-то дыру, и получалась вот эта заплатка. А ученики, они еще, действительно, они же еще вот привязаны к ветхому завету. Как можно было одним махом их приучать к новому? Вот пусть они потихонечку приготовятся. Дальше еще притчу дает спаситель. Не вливает также вина молодого в мехи ветхи, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Что такое вот этот вот мех? Это буквально бурдюк. Он изготавливался из кожи животного, соответственно, разного могли быть размера, и когда вот только-только изготовили этот бурдюк, из свежей кожи, он еще эластичный. Туда наливали новое вино, а вино новое, оно продолжало бродить, и поэтому оно расширялось. Соответственно, вот этот мех, бурдюк, он расширялся вместе с вином, и растягивался. Но если проходил, допустим, год, то уже вино все равно переставало бродить, и, соответственно, мех, он вот схватывался, он становился твердым, и все, он не мог уже больше расширяться. Поэтому старое вино хранилось в таких вот старых мехах. Когда его разливали в сосуды, и опустошался такой мех, то вливать туда могли только старое вино. Ну, если вдруг какой-то там мех порвался, старый, потому что если туда нальют новое вино, которое продолжает, это еще бродит, оно расширяясь порвет этот старый мех. И ученики Христовы, они были вот тоже еще как старый мех, который пока вот он привязан к старым обрядам. И если туда новое вино вливать, то, ну, просто они надломятся, разорвутся. И это еще говорит о том, что вот не надо возлагать иго всех вот правил церковных, строгих таких, да, там, святоотеческих предписаний на людей, которые не могут потянуть, что вот, значит, человек только обратился, вы ему говорите, ну, пойдем в храм, вот исповедовать, причащаться, вот теперь вычитывай, сейчас вот все полностью, значит, каноны, а он не тянет, у него голова вот вообще не соображает. Или пусть хотя бы он разбить вот на несколько дней, чтобы он потихоньку к этому восходил. А исповедь, да, ну, тоже на исповеди не бичевать его, призван священник, а аккуратно, чтобы потихонечку душа раскрывалась, чтобы он потихонечку сам прозревал в себе грехи, а не так, что, значит, ты вот давай там говори, ах, ты вот это сделал, ну, вот тебе по полной строгости канонов епитимия там на 10 лет отлучения, от причащения. Так он только пришел, какое ему отлучение. Понимаете, вот в эти старые мехи невозможно вливать еще нового вина, иначе мы просто разорвем эти мехи и душа человека надломится. То есть, нужно, чтобы прошло время, человек подготовился и преобразился, и когда он станет сам обновленным, то тогда уже туда можно вливать новое вино, в эти новые мехи. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, из других Евангелий мы понимаем, что он был начальник синагоги, и звали его Иаир, и кланясь ему говорил, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. Вот тут мы видим, конечно, что действительно Капернаум, город свой для спасителя, тут, значит, и он и расслабленного, и тут Матфея призывает, и вот этот начальник синагоги, и с каждым как бы свои такие близкие отношения, ну, за исключением тех вот фарисеев и книжников, которые не понимают и задают свои недоуменные вопросы. И вот спаситель, конечно же, идет. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Тут надо сказать, что само вот это заболевание, конечно, физиологическая такая особенность, считалось в то время у того народа весьма постыдным. Ну, с другой стороны, могу сказать, ну, а как они там узнали? А молва человеческая, она быстро все разносит. То есть в какие-то, в такие дни не положено было никому прикасаться, и, соответственно, она все время должна была держаться вдали от людей, и все уже знали, что, ну, вот она страдает подобным, как думали, постыдным недугом. И города-то были небольшие, все друг про друга все знали. И тут вдруг она идет, услышав про Христа целителя и спасителя душ человеческой, целителя тел, спасителя душ, и она понимает, как бы прозревая, что если я прикоснусь хотя бы к одежде его, то выздоровею. Но поступок сам был очень дерзновенный. Она не имела права никому прикасаться, потому что такой человек считался оскверненным и должен был сам проходить ритуал очищения. А как поступает спаситель? А вот он как раз ломает эти шаблоны иудейских предрассудков, и вот как раз через это он и потихоньку и готовит своих учеников, чтобы они были новыми мехами, да, чтобы они потихонечку отходили от ветхого. И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзает щель, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. То есть спаситель одобрил такое ее дерзновение и, конечно же, исцеляет ее, потому что спаситель он не мог и не может не исцелять. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, то есть уже, конечно, вот смерти в первый день положено было все похоронные обряды проводить и хоронить в первый день. Значит, уже вот эти свирельщики, народ в смятении, сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Ну, тут, конечно, немножко вот странно, что такое горестное событие, а они еще и как бы смеются, ну, видимо, не все, кто собрались, они настолько вот сопереживали этому горю начальника синагоги, а зачастую, кстати, нанимали специально плакальщиков или плакальщиц, которые приходили, и вот они демонстративно проливались слезы, стенали, там руки заламывали. А тут вдруг им говорят, что пойдите вон, девица-то не умерла, а спит. То есть спаситель подразумевает, что для нее смерть – это всего лишь сон. И вот эти вот нанятые, ну, они тут же как бы смеются над ним, у них не было серьезного сопереживания, подлинного сопереживания, горе у родителей. Когда же народ был выслан, а для чего это нужно? Для того, чтобы как раз вот посторонние глаза и вот эти людей, не сострадавших им. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Это вот прикосновение жизни, жизни с большой буквы, к почившему человеку. Соответственно, смерть, она бежит от прикосновения жизни. И девочка воскресает. И разнесся слух о всем по всей земле той. Потому что случаи, это, конечно, ну, просто выходящие из ряда вон. Ну, надо сказать, что в Евангелии записано всего лишь три случая воскрешения, когда Господь воскресил. Да. Еще, конечно, потом воскресли почившие ветхозаветные праведники, когда Спаситель принял смерть на кресте. Да, но Спаситель, конечно, вот так просто, ну, не разбрасывался, конечно, некоторыми чудесами, потому что, если люди перешли уже в тот мир, то надо было уже принимать вот тот вот суд и дальше дожидаться последующих событий. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Вот святые от сына внимание обращают на этот фрагмент как пример такой вот молитвы Иисусовой, как бы прообраз молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, или «Помилуй нас». И тут «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов», они подчеркивают, что он именно сын Давидов, это значит, что они признают его за Христа, потому что Христос, как царь, он потомок царя Давида. И вот они вопиют, это тоже действительно разновидность молитвы Иисусовой для них. Они молятся именем Иисуса и почитают его за Мессию. «Когда же он вошел в дом, слепые приступили к нему». То есть Спаситель поначалу даже их не исцеляет. Они обращаются, кричат даже, вопиют от сердца своего, «Господи, спаси нас, Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас». Вот так же мы в молитве Иисусовой, даже когда каждый, что вроде бы Господь не слышит, мы должны тоже от сердца вопиять ко Господу. «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного». Если душа немножко оскудевает, можно тоже такое разнообразие вносить. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, исцели меня грешного». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного», чтобы оживлять свою душу. И если ты обращаешься с таким тоже сердечным вопиянием, как бы, да, вот этим криком, как эти двое слепых, то Господь, конечно же, слышит. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. Они продолжали идти за Ним. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» То есть молитва должна сопровождаться верой. Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Ну, тут, конечно, Евангелист Матфей, он как есть записывает. Если надо было, значит, он мог бы там приврать что-то, приукрасить, что вот они так исполнили. А получается, что Спасителям говорит, когда они исцелили, что вы не разглашаете, они не могут не разглашать, они идут и по всей стороне рассказывают. И, конечно же, Спаситель не осудил их за то, что они рассказывали. Ну, просто сам Спаситель, он как смиренный, да, он не искал вот этого прославления. А для них, как для получивших благодеяния, для них тоже было бы странно вот молчать об этом благодеянии, а не прославляли Бога. Да и потом, как тут скроешь, если были слепые, а теперь вдруг все видят. И понятно, что спрашивали их, и они разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого, бесноватого. Что тут получается? Получается, что бывают такие формы одержимости, когда бес, вот он может заблокировать некоторые органы чувств человека. И человек вот не может пользоваться этими органами чувств. Ну, иногда там даже вот как бы он не слышит ничего. А может быть, он и слышит, но он не восприимчив к слову Евангелия. То, что у апостола Павла написано, что Бог века сего ослепил сердца людей к благовестию, чтобы они не слышали благовестия. Ну, Бог века сего имеется в виду дьявол, который для некоторых выступает как князь мира сего, века сего. И он старается закрыть их, как бы, уши, чтобы они не слышали. Вспоминается, как одна женщина, она увлекалась буддизмом, всякими там медитациями. И потом, конечно, дошла до того, что ей вот уже как бы бесы там являлись. Ну, она воцерковилась и освободилась от этого. А потом как-то она встречает еще свою знакомую, и та рассказывает, что вот я увлеклась вот этими медитациями, буддистским учением. И это хотела ей только вот сказать, что только рот открыть, и видишь, что у нее маленький бес сидит на плече, и ей закрывают уши и как бы ухмыляется, так и смотрит. Посмотрим, что у тебя получится. То есть, он как бы закрывает то уши, что она не воспримет это слово. И это действительно женщина поняла, что все, что она сейчас скажет, не будет услышано той женщиной, потому что она находится сейчас во власти падших духов. То есть, иногда и такое бывает, что бесы завладевают человеком, и он становится невосприимчив к благовестию. Ну, а в данном случае, тут была такая форма одержимости, что человек не мог говорить, так как им овладел бес. Но Спаситель его исцелил, и когда исцелил человека, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силу князя бесовского. То есть, что тут получается, что Спаситель как раз исцеляет от бесов, а фарисеи ненавидят Христа и завидуют. И надо как-то объяснить чудеса Христовы. Поэтому они пытаются, как сказать, что раз бесов он изгоняет, ну, значит, видимо, ему помогает князь бесовский, который сильнее этих бесов. И в этом было богохульство, потому что Спаситель изгонял, конечно же, Духом Святым. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть, ничего не было неподвластным Христу, потому что Он мог исцелить любую болезнь, изгнать любого беса, умиротворить любую стихию, ибо Он воплотившийся Божий Сын. И, видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И вот посмотрите, братья и сестры, насколько сердце Господа, оно милосердно, сострадательно. Когда Он видел людей, Он не ругал их или не говорил, чего вы тут пришли, утесняете меня все время со всех сторон, или глупые вопросы задаете. Он сжалился, потому что они действительно, ну, как овечки, не имеющие пастыря. К сожалению, часто эта ситуация воспроизводится, повторяется, потому что не хватает нам опытных духовников, не хватает тех благодатных старцев, которые непосредственно с Господом общаются. Вот мы на библейском портале Экзегет неслучайно рассказываем, стараемся рассказывать про старцев, про подвижников благочестия, те, кто фактически в наше время жили, святые люди, через кого Господь действует. Но таких пастыря всегда очень и очень мало. И Спаситель поэтому говорил ученикам, что вот жатвы-то много, а делателей мало. И вот вы молитесь, молитесь Господину жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Ну, а делатели это каково? Это тех, кто именно будет трудиться на этой ниве и людей приводить именно ко Господу. То есть не к себе, да, похищать, вот какие-то секты основывать, да, не какие-то там самопрельщенные, которые свой авторитет утверждают, а именно ко Господу приводить. И вот таких всегда было недостаточно, но тем не менее мы можем молиться, чтобы их было больше. И Господь призывает нас к этому, чтобы истинных пастырей было больше. Братья и сестры, на этом девятая глава у нас завершена. И с Божьей помощью, если Господь сподобит нас, мы в следующий раз продолжим чтение и объяснение Евангелия от Матфея. Храни вас Господь! Всего доброго вам! Субтитры создавал DimaTorzok